Включаем ватсап? Да. Привет, привет, дорогой Федор. Давно тебя не видел, как ты уехал там туда, в Калифорнию. Сколько лет прошло, ты скажи мне? Я тебе скажу, прошло 32 года. Да, вот 32 года я тебя что-ли не видел? Или ты ко мне в царе? Нет, нет, мы же виделись с тобой, когда мы приезжали с моими дочками в 13-м году. То есть мы с тобой виделись в последний раз 10 лет тому назад. Давай появись здесь, я тебя же не вижу. А, а я думал, что я включил, вот. Привет, привет. А я знаешь, что делаю? Я сейчас всех приглашаю в коллективный разум, у меня есть такой формат коллективный разум, ты об этом не знаешь. Там, значит, мы все решаем вопросы, как создавать из картины шедевры, а из страха, из страха, из стресса эту энергию перенаправлять, как в Айкидо, на решение нерешаемых проблем. Ну да. Да, и у меня есть вот сейчас вот, я прошлой ночью взял делать картину, я ее еще не дописал, и хочу всех пригласить и писать комменты, чтобы мы из нее сделали шедевр. Вот из этой картины. А зая, а это, а это же, что такое, это такая баба, такая дура, и она поет в опере, видишь там это? Ну, я говорю, я же юморист. Вижу. Они не обидятся, потому что юмор добрый украшает беседу. Ну да. Да, и они будут сейчас нам помогать, потому что женщины, они гениальны, они берегинны, они своей любовью защищают мир от войн и кризисов, а они помогают своим близким добротой и теплотой своей, и они продолжают род человеческий, если бы не женщины, где бы мы, мужчины, были, да? Это правда. Да, но, к сожалению, мужской ум такой, он все время генерирует что-то новое, он пытается что-то создать, и надо, чтобы... А вот сейчас такая ситуация, когда мир попал в неопределенность, потому что развивается интернет, иначе и быть не может. И в этих условиях... А вот вопрос. Вот вопрос. Как данные, так сказать, условно говоря, Богом, природные способности человеку превращают в генератор, то есть поток, как денежный поток, потому что человек духовно-физическое существо, психофизиологическое. Ну да. А без денег жить не может, потому что это универсальный язык свободы внешней, но не внутренней, потому что любовь не купишь ни за какие деньги. Это правда. И вот искренность не купишь ни за какие деньги. Но сейчас получилось, что те, у кого есть деньги, обладели платформами. Поскольку интернет развивается, естественно, новый язык между людьми, интернет, новая коммуникация. И в этой неопределенности многие растерялись в точке конфоркации. И те, у которых были деньги, они обладели этими платформами и теперь диктуют информацию тем, которые не такие предприимчивые. Вот как быть теперь людям? Как выживать, сохраняя человеческие качества и человеческие достоинства? Как это сделать? Вот у меня, например, одна из вариантов. Видишь, я художник, я одновременно ученый, я одновременно тренер, бизнес-тренеров, я одновременно там много чего. И вот эта междисциплинарная возможность позволила мне понять, на чем устроен механизм творческого развития человека. И сейчас я создал райскую группу, куда будут записываться люди, желающие использовать энергию страха и страха, как в Айкидо, использовать для создания изобретений. Потому что человек будущего это изобретатель, безусловно. Это человек, человек с человеческими качествами, которые мы берем у женщин, то есть влюбиться, переживать, это эйпатия, чувство бесценности живого. И в то же время это изобретатель, который может в условиях неопределенности, которая сегодня наступила, быстро генерировать новые решения, соответственно, текущему моменту, который позволяет человеку не только выжить, но и выжить, и развиваться творчески, и сохранять человеческое чувство, достоинство. Вот это очень важно. Ты как на это смотришь из Калифорнии? Ну, я очень положительно на это смотрю, в том смысле, что, да, конечно, людям нужно, ну вот как ты относишь свойства... Ты вот говори-говори, а я пока краски буду раскладывать, чтобы... А, хорошо, хорошо, хорошо. Вот как ты говоришь, вот такое свойство ценить жизнь, и, наверное, не только человеческое, вообще все живое, ты относишь это к особенностям женщины, а как бы изобретательство и нахождение каких-то новых путей, как мужские, я на это смотрю больше, как, наверное, вот как смотрят на инь и янь, который присутствует в любом человеке, независимо от того, мужчина это или женщина. Конечно, в большинстве женщин больше женских черт, а в большинстве мужчин больше мужских, но бывают как бы такие, ну, наверное, в каждом мужчине есть что-то женское, а в каждой женщине что-то мужское, ну, в разных пропорциях, наверное, в зависимости от конкретного человека. И, ну, знаешь, вот как есть всякие такие, ну, больше прикольные тесты на то, чего в тебе больше, мужского или женского, и я вот как раз по приколу такие тесты иногда делаю, и у меня, как правило, получается 50 на 50. То есть я в этом смысле как бы такая смесь женского и мужского, и я не знаю, может быть, это как бы оптимальный вариант для того, чтобы человек был, ну, представлял в себе какие-то, ну, баланс, потому что ведь, как мы, люди, занимающиеся физиологией, биологией, психофизиологией, мы всегда говорим о балансе, о равновесии, потому что любой экстрим, любая крайность приводит к каким-то нарушениям, и если это длится долго, как, скажем, стресс, это достаточно серьезные нарушения возникают, как, скажем, сейчас я, например, в своей практике очень много помогаю людям, у которых панические атаки, всякие тревожные состояния, тревожно-депрессивные состояния, а это связано вот с этим как раз перекосом, когда одна куда-то все в крайность идет, и таким образом и происходят все вот эти вот вещи, поэтому я за баланс, поэтому я за баланс мужского и женского в каждом человеке. Видишь, написано, что опора человечества. Видишь? Ага. Там внутри есть много разных людей, естественно, из моей семьи. Я там же, мой сын Олен, который сейчас психолог, очень хороший психолог, и художник, между прочим. Ага, ну, из тебя, видимо. Мы все художники. И ты тоже художник. Просто дело в том, что ты не знаешь о том, что у тебя есть эти способности. Я абсолютно не знаю, потому что я ноль художник. Абсолютно полный ноль. Сейчас я скажу. Если бы ты не был художником, ты бы не мог мыслить. Ты бы не мог фантазировать. Ты бы не мог мне говорить такие интересные вещи, которые сейчас говоришь, потому что это именно я, не инь, как ты говоришь. Просто там активная более часть я, а там активная более инь. И все время человек пытается найти равновесие через общество, потому что человек – социальное существо. если бы он был сам по себе, но его не бывает. И вот этот внутренний диалог, который у человека бывает, крутится все время, иногда сильнее, чем нужно, иногда на уровне сознания, не дает ему спать и так далее. И что все говорят, надо укротить внутренний диалог, выйти на такую легкую пустоту в голове, медитативное состояние, релаксация и так далее. И так далее. Это как раз таки вот это, что человек – единица общества, он не сам по себе. Ну да. Я хочу показать всем нашу совместную работу, которая была в 83-м году. Ну, это акт испытаний в Институте биофизики Медздрава СССР, где с одной стороны академик Элина, с другой стороны директор моего предприятия, на котором я работал, занимался обучением женщин. Там 15 тысяч женщин работали с микроскопами, я там занимался тем, что я обучал снижение зрительной утомляемости у операторов микроскопов, микросборки. И здесь как раз таки акт испытаний. Ваш институт биофизики Медздрава СССР как раз таки проводил одно из испытаний моего метода ключ, который был тогда на заре, на заре только начала своего развития. Это в 83-м году. И там как раз таки, сейчас покажу, графики всевозможные. Слушай, ваш институт был таким мощным институтом, там даже можно было моделировать выход космонавта, вакуум холода у космоса. О, да. Да. Космоса. Ну, скажи два слова об этом, чтобы все знали. И значит, там... Это была лаборатория такой экстремальной медицины, что ли, я уже не помню точного названия. И, да, там проводили всякие исследования и эксперименты, испытания с... связанными с космическими исследованиями. Я помню, там было одно исследование, когда человека на какое-то время клали под каким-то небольшим градусом, но как бы голова была ниже, ноги выше. И вот это тоже считалось таким как бы экстремальной нагрузкой. Еще были, я помню, интересные эксперименты по полной сенсорной депривации, когда создавали такую реальную полную сенсорную деприванцию, серый шум в смысле звука в ушах и в смысле на глаза тоже одевались такие штуки, которые давали просто серый фон и делали так, что человек даже не мог себя потрогать пальцами. И таким образом вот в этой полной депривации брали здоровых испытуемых, абсолютно здоровых физически и психически и у них через несколько часов начинались проявления, которые характерны для психоза и таким образом как бы мы узнавали как полная сенсорная депривация, что мы настолько должны быть соединены с окружающим миром, что если нас отрезают, то наш организм начинает бунтовать вплоть до вот этих психотических вещей типа галлюцинации и так далее. Да, в общем, там веселые вещи делали. Интересно, мы там проводили испытания в условиях критических экстремальных нагрузок, нагрузках, но самое интересное, что директором этого института, ну скажи, кто был директором, в мобиле, сейчас пускай все поразятся, потому что это был Кащеев, вот это же правда такое совпадение, удивительное. Кащеев был директором института, где ласки испытания проводили, это архи, где человек должен был выдержать это и понять, как он это выдерживает, чтобы другие могли это использовать. Кащеев, вот интересно, правда? Да, очень хорошая фамилия для такого места, для директора такого места. Да, там было, конечно, очень интересно, очень много ресурсов, там было таких, которых не было возможно в других местах, поскольку они финансировались, обеспечивались хорошо. Да, я не знаю, что, они до сих пор существуют, институт биофизики? Не знаю, но мне кажется, переделся потом в какое-то другое. Наверное, да. Наверное, да. Не помню, я, ты знаешь, вот много лет занимался потом центром подготовки спасателей, потом занимался, в общем, поскольку я междисциплинарник, я только потом понял, между этими дисциплинами я же готовил футбольные команды на международном уровне, хоккеистов на международном уровне, олимпийцев на международном уровне, ездил в Китай на олимпийский, вот ты знаешь, вот как раз эти перекрестки этих различных дисциплин между художествами, потом я писатель, потом я поэт, потом много чего, там в прозе Ру и в стихе Ру есть мои произведения, и дети мои такие же, и мой сын, я сказал, он и психолог, и художник, моя дочка в свое время стихи писала, она психолог, занимается обучением и взрослых, и детей, и сын мой занимается, я понял тогда вот что, что между дисциплинами, что в критических ситуациях нашей психики, стрессе, стрессе, организм сам выдает защитный механизм, но люди не знают об этом и начинают его блокировать, а его надо выпускать именно на решение нерешаемых вопросов, как стресс-тамплин, ну, например, когда стресс захватил тебя, сразу надо вспомнить, какие задачи у тебя любимые, но ты должен их решить, ну, например, у меня любимая задача дозавершить картину, я, когда меня стресс схватил, а у меня тут титан после падения на гололеде вместо позвонка там титан стоит, поэтому я инвалид, один из самых сложных инвалидов на планете. Вау. Да-да-да-да, я пять лет не выхожу из комнаты, из квартиры не выхожу, потому что я не могу выходить, у меня судороги, там, туда-сюда, как только меняется погода, или там отрицательная эмоция какая-то, вот мне напишут какой-то человек, который еще не в курсе, чем мы занимаемся, напишет какую-то глупость там, и у меня сразу напряжение, адреналовая система включается. Да, конечно. я сразу знаю, что с этим делать и этому учу людей у себя в школе человека будущего, я именно этому учу людей, как вот это преобладание адреналовой системы над эндорфинной системой, парасимпатической системы, как выровнять и как использовать для создания шедевров, произведений, стихов, картин, изобретение, и у меня там школа «Человек будущего», «Хомофутурс», как это делать со скоростью инстинктивных реакций выживания, как с этой скоростью мгновенно создавать изобретение. Сейчас я буду набирать в школе в отдельную группу, райскую группу, людей, которые хотят использовать. Ты знаешь, вообще вот эта идея использовать энергию стресса, как говорится, в мирных целях, это, наверное, самая мощная идея и в медицине, наверное, и в общественных науках и так далее, потому что действительно, когда мы под стрессом, то есть как бы два варианта реагирования. Первый вариант это как бы еще больше уходить в себя, изолироваться и оставаться один на один с этим стрессом и с физиологическими последствиями, которые происходят. А другой эффект стресса это когда тебя как бы этот стресс вышибает из твоего нормального состояния и ты выходишь как бы за пределы этой ситуации и начинаешь смотреть как бы из космоса на все это и вот тогда собственно какие-то творческие творческий потенциал и стимулируется и таким образом ты видишь решения, которых ты не видел раньше. Я не видел столько лет, а ты говоришь о том, о чем я говорю. Ты же говоришь о теореме Гёделя, о том, что человек захваченный задачей должен выйти из нее, чтобы поднять ее со стороны посмотреть на нее сверху и найти решение. Ты же говоришь о том, о чем я говорю. Вот ты посмотри, мы столько виделись, а мысли я вообще абсолютно убежден, что все нормальные люди мыслят одинаково. Не нормальные только мыслят по-разному. Это скорее всего правда. И ты знаешь, я не удивляюсь тому, что мы с тобой как бы, ну, мы не то, чтобы очень часто виделись за последние десятилетия, да, но, понимаешь, сам факт того, что мы в свое время встретились и подружились, это уже говорит о том, что мы уже как бы двигались в каком-то одном направлении и просто мы продолжили двигаться в этом направлении, поэтому, собственно, я ведь и вышел на, ну, в каком-то смысле я вернулся к физиологическому, психофизиологическому подходу, занимаясь многие годы просто разговорной терапией. я понял, что разговорная терапия не выполняет свои функции, если не задействованы какие-то физиологические уровни. Да, я сейчас принесу еще один тюк страска, мне белило еще, белило, белило еще. Да, конечно. Белило найду, потому что я тебе хочу сказать, я занимаюсь тем, что я помогаю понять людям, а если человек понял, то и деталей нужно меньше, потому что он стратег тогда, если он понял, я постараюсь дать понимание людям, как выйти в нирвану, то есть состояние в голове, где снимается страх, комплексы, стереотипы, обиды, все снимается. И как через эту нирвану нулевую, то есть я называю это нулевое состояние, как через нее быстро выйти в поток деятельности, вот там то, что о чем ты говоришь, вот там и происходит. Я этому обучаю спортсменов и детей 10-11 классов, у меня даже в учебнике по физкультуре профессора Матвеева эта часть метода ключ стоит, про гимнастика, как можно подобрать действия синхронной текущему состоянию, чтобы снять текущий стресс, выйти из него в состояние такое, это значит такое состояние такое возникает, благоденствие, когда ты можешь решить любой вопрос, но все зависит от того, чего не знает человечество. Ни в одном методе мира не сказано то, что я сейчас скажу. Я хочу, чтобы все слушали об этом внимательно. Ни в каком методе мира не сказано, давая какие-либо упражнения, рекомендации, много разных приемов, методы силы, методы шульца, методы тренинга другого. Нигде не сказано, что итог состояния, результат зависит от исходного состояния и цели применения в этот момент, то есть в моменте то же самое действие, например, я делаю хлест руками по спине, прежде чем взять кисточку, чтобы снять нервный жим. То же самое действие, если я сделаю, в исходное состояние было, что я не выспался, я сделаю, а мне потом захочется спать. Потому что я снял перенапряжение, организм затребовал то, что ему нужно для восстановления. Если этого не выполню, это называется стадия после действия методик ручки, то я потом все время в напряженном состоянии себя преодолеваю, пытаюсь рисовать, а у меня ничего не получается, опять не получается, мне бы послушаться себя, выспаться, потом встал и я это знаю, когда дают йоговские упражнения, когда дают медитативные техники, когда дают холотропное дыхание, расстановки и так далее, если бы они объясняли то, что я объясняю, у них бы охват использователей был бы шире, они просто этого не знают, это есть только в методе ключа. Абсолютно верно. Поэтому когда я метод ключ рассказываю, у меня там последователи всегда пишут, после того, как я понял, как это работает, все пазлы сложились, у меня все пазлы сложились, теперь я знаю, теперь я могу в любой методе найти ключ. А он же везде есть, просто он неосознанный. Конечно. Вот видишь, нашел, сейчас я кисточки возьму. Ты знаешь, Хасай, мне кажется, одна из основных проблем, которая как бы мешает людям как-то что-ли двинуться вот в эту сторону, когда человек скорее прислушивается к своему телу, чем его насилует, связано с тем, что в принципе людей с детства учат насиловать свою природу, свое тело, вместо того, чтобы прислушиваться к телу своему и к природе и как-то быть в балансе, быть как бы настроенным на то, чтобы воспринимать это. То есть вот это насилие над природой, над своим организмом, мне кажется, это одна из основных причин того, что людям трудно потом как-то из этого всего выбираться. и ну да, вот это вот мне кажется одна из таких больших проблем. И таким образом получается люди, вот я по своей практике это знаю, работая в практике, которая предлагала людям безмедикаментозное лечение от психических и физических расстройств, к сожалению, очень много людей, которые не хотят делать вот эти все вещи, не хотят понимать этого, не хотят практиковать какие-то вещи, потому что они привыкли вот дайте мне таблетку, я таблетку еще готов проглотить, а вот все остальное, пожалуйста, не приставайте ко мне с этим. Вот к сожалению, у многих людей вот такой менталитет и мне кажется, что это вот еще одна большая проблема. Это так и называется, стереотип наше поведение в ответ на неопределенность. Когда нам плохо, когда что-то непонятно, что делать, мы тут же обращаемся за каким-то советом и в первую очередь нам помогает то, неправильным образом помогает то, что дает быстрый эффект. Выпил таблетку, выпустила, вот эта вот связь между действием и последействием, чем короче, тем привлекательнее предложение. А вот если человеку сказать, тебе надо три вечера махать руками, допустим, потряхивание, и тебе станет хорошее состояние, ему лень это делать. Во-первых, он не привык, и он не видит связи. Причем тут подражать и снять стресс и решить проблему. Вот эти три уровня у него в голове не связываются никак. Он говорит, у меня там такая проблема, у меня дочка больная, а вы мне трястись предлагаете. А если связи логической не видит. Потому что люди нацелены на результат, им сразу нужно вот раз, и чтобы был результат. Поэтому как бы или таблетка, или рюмка водки, она же сразу действует. Кстати говоря, вот эта рюмка водки у нас есть. Это называется эндорфинообразование гормона. Да, да. Это называется андреналин, когда образуется, когда человек теряется в неопределенности, когда там кто-то болен, хочет помочь, а не знает как, или у самого зуб заболел. А тут эндорфин включил, потрясся, эндорфин включил и понял, как надо что сделать, и помог. Ну, это просто люди... Я одно из вещей вспомнил, которое ты привлекал людей к своему вот этому методу ключ. ты говорил, что научившись этому методу, можно без того, чтобы выпить стакан водки, ходить, как будто ты выпил. Вот это вот людям нравилось. Ну да, я именно этим и занимаюсь. Я же наркоманов лечил таким образом. Я же ездил тогда в Италию Патри Лиджио. Их там тоже выучил наркоманов. Кстати говоря, гениальный человек был Патри Лиджио. Ему сейчас, наверное, и 90 и больше. Там у него община, которую он создал. Это называлось «Тайная жизнь» по-итальянски название. Мондо Икс. И он там в каждом городе у него были общины. Общины, где вот наркоманы по 2-3 года жили, мальчики, девочки. В то время были нормальные человеческие отношения, и они не пили уже, не применяли, не использовали. И с нами было несколько человек, среди них был один главный нарколог Ленинграда. Это в то время еще было. Ведь на самом деле все проблемы в лечении алкоголизма и наркомании. Это очень сложно. Я хочу тебе сказать, извини, кстати, этот главный нарколог, я тогда бросил пить и два месяца уже не пил, но этот главный нарколог из Ленинграда главный меня опять столкнул на выпивание. Недаром он главный нарколог. Он мне сказал, ты знаешь, что у алкоголика всегда остается след, и поэтому ты все равно к этому придешь. я плюнул в этот вечер написок, понимаешь. И главный нарколог Ленинград говорит такое, я два месяца страдаю, терплю, не пью и так далее. Я только его разрабатывал. Ну, вот такие дела, такие волосы. Я краски положил, надо их положить в том порядке, чтобы они у вас на глазах были. Для чего надо, чтобы все было на глазах? Чтобы когда вы войдете в поток, чтобы вам не искать, где у вас какая краска, потому что вы летаете. Поэтому надо сначала все расположить, чтобы не бегать, не искать, не выскакивать из потока. Потом начинаешь рисовать с чувством, что у тебя все получится, потому что не получится сейчас, получится завтра. Вот это ощущение у меня появилось, когда я впервые в жизни делал вот это вот ключевое действие, выход на состояние, сейчас назовем нулевое состояние, раньше я называл нейтральным состоянием, как коробка передачи автомобиля для переключения. Я делал вот так вот, и когда руки пошли, я стал мечтать, что рисовать будут так, что люди будут приходить и дивиться, какой я диво создался, творил. ну, естественно, будут восхищаться, и потом у меня раз, внутри ощущение возникло, ну, хочешь, и все, кто тебе мешает. А раньше был блок. Я раньше думал, вот есть я, а вот есть великие художники, и мне до них стена. для того, чтобы снять стену между тобой и деятельностью любой, надо просто использовать снятие вот этого страха, комплексов, стереотипов, то есть выйти на ноту. А для этого надо подобрать действия синхронные текущему напряжению. Например, подражать как будто потоком, или делать хлест, или делать лыжника, или делать болтай, как дети делают. То есть перебирая разные действия, подобрать то, что тебе подходит. А это критерии подбора путем перебора, это принцип ключа. Подбери то, что подходит. Что значит подходит? То, что хочется тебе продолжать. Например, дирижерские движения, или шалтай-болтай. Что тебе хочется продолжать, то и продолжай. И ты выйдешь безусловно через некоторое время на нулевое состояние, когда тебе все пофигу. Ради чего люди и водку пьют. Ну да. Ну вот, теперь ты мне посоветуй, если я неудачная такая у меня, я сегодня ночью думал как изобретатель, а я в райской группе буду объяснять, как изобретатель, используя сон. Я сегодня ночью думал, а что является самым главным символом метода ключ, узнаваемым во всех сайтах. Не только моих, но и чужих. и которые согласия меня берут, и без согласия меня берут во всем мире, что является главным символом. Вот это действие. Вот это книжка у меня «Защита от стресса» или «Как сохранить и реализовать себя в современных условиях». Это я проводил обучение по телевидению центральному программе «Помоги себе сам». Вот здесь вот Институт саморегуляции человека. И здесь у нас три академика, которые мне писали рецензию и помогали в жизни. Это академик директор Института общей судебной психиатрии МИЗРА Академик Мороз. Мы с ним очень дружили, потому что когда он увидел, как я обучал детей, которые писались по ночам, что можно вот таким образом помечтать, что когда им нужно будет ночью встать, проснуться и пойти пописать, и это получалось. Он меня стал уважать, и мы с ним дружили много лет. И вот второй академик, который подписывал, директор Института философии Академии наук СССР был Степнев. А третий это значит мой друг Забродин Юрий Михайлович, который был по психологии академик Академии космонавтики. Да, Забродина я помню. Ну, ты помнишь, конечно. Дело в том, что я когда делал доклад на научно-техническом совете Центра подготовки космонавтов, я в Звездном Гороке, и там значит у меня были Зигматуллина, еще там несколько человек, которые демонстрировали на научно-техническом совете как работать с ключом, вот он выходил на это состояние, и здесь я зал военным офицерам и ученым, и пригласил туда же Гримака Леонида Павловича, моего дорогого друга, который меня познакомил с Центром подготовки космонавтов, я его туда же пригласил, и значит я тогда всем предложил, я говорю, вот он теперь может сам с помощью ключа выходить на состояние, где может моделировать любые различные виды деятельности, давайте предлагайте ему из зала, что вы хотите, чтобы он там сделал, вот например зигнатуру, они говорят, представь себе, что тебя вращает на центре круга, и вдруг он как понесся там на стуле, я говорю, нет ему давления, у него давление поднимается, слушай, они говорят, скажи ему, пусть прекратит, я говорю, вы сами скажите, он вас слышит, он же находится с вами в контакте, пожалуйста, ну они его остановили, я говорю, он может, что хотите, то и моделировать, потому что ключ для моделирования любого вида деятельности, это для подготовки космонавтов, потому что можно моделировать состояние невесомости в земных условиях, чтобы быстро адаптироваться там в полете и так далее, я это буду в райской группе рассказывать там, для тех, кого отберу, потому что у нас очень много людей, которые просто пользуются, и не расширяют нашу школу, не делают ни комментов, лайков не ставят, им лень бывает, они думают, что другой кто-то это сделает, ну как привыкли в обществе, что кто-то другой сделает обязательно, потому что много у меня подписчиков, в одном только этом канале 187 тысяч, а еще и другие каналы, они думают, ну у него много подписчиков, кто-то сделает, что я буду сейчас напрягаться, сидеть, ну и поэтому школу не развивают, они туда не попадут, в райскую группу, а те, которые активно, я вижу, я все комменты читаю, они попадут, и там мы будем создавать новое, потому что использовать энергию стресса для созидательных целей, это потрясающее новое направление, в мире этого нет, посмотри, как мы сейчас будем делать рисование, а ты вспомни, может быть, в мире есть такое, что в учебниках физкультуры ставят, как подбирать себе действия, снимающие стрессы, выводящие на уровень творчества, во всех учебниках, по-моему, только как снимать стресс, как снимать, ну да, это в лучшем случае, у нас как использовать энергию стресса для достижения, как стресс трампли, ну скажи, пожалуйста, что ты думаешь по всему этому поводу? Вот, беру кисточку, я в первую очередь что хотел сделать? Я хотел взять черное и вот так, раз, видишь, потом сделать зеленое, зеленое, вот так, уже немножечко меняется, потом сделать вот так, вот так, мы сейчас все вместе будем, мне будут помогать, мне будут говорить, что вообще мы должны его убрать, я буду согласен, я сейчас не хочу диктовать, я просто хочу сказать, у меня всегда глаза хорошо получились, получались, сейчас мы сделаем их, потому что я читал где-то, что глаза зеркало души, я потом думал сегодня ночью, почему у меня всегда глаза хорошо получаются, и почему я всегда рисую не горы только, не самолеты там, не заборы, не дома, почему я чаще всего рисую людей, потому что я вспомнил вдруг, что я всегда интересовался именно людьми, когда, в каком бы городе я ни был, будь то в Калифорнии, будь то в Канаде, будь то где, меня не интересовали здания, хотя они были прекрасны, меня не интересовали их моря и леса, меня интересовали люди, меня интересовало их состояние, и меня интересовала душа, условно говоря, душа, а говоря, глаза зеркало души, поэтому меня интересуют как раз эти глаза. Сейчас взгляд появится. И нужна будет эта вот картина или не нужна? Мы сейчас посмотрим, может быть, мы из нее сделаем совсем другую картину. Может быть, мы из нее сделаем. То тот магнит, который притянет человеческую душу, заставит улыбаться, заставит улыбаться и смеяться, и плакать, и дрожать, и вспоминать, что он любит больше всего на свете, и заниматься этим. И заниматься тем, чем он любит больше всего на свете, потому что в этом же заключается фокус. В этом же заключается фокус, чтобы человек занимался именно тем, что больше всего любит на свете. А он тогда меня спрашивает, а как же жить, а как деньги зарабатывать? Поэтому я назову вот этот наш с тобой разговор, если ты не возражаешь. Как превращать данные Богом, в кавычках, природные способности в денежный поток. Потому что именно занимаясь любимым делом, если ты будешь заниматься с любовью, невзирая ни на какие трудности жизни, сохраняя в себе чувство, что это очень важно, потому что это делает тебя целостным. Когда ты занимаешься именно любимым делом, ты становишься человеком, потому что ты творец. И вот как сохранить эту человечность в условиях неопределенности. И вот посмотрим, вот сейчас как мы все вместе будем создавать этот шедевр. Будем создавать этот шедевр. Потом-то, потом-то. Ты знаешь, Каса, я уже должен сказать, что вот то, что ты уже сделал, как бы очень-очень поменяло эту картину по сравнению с тем, какая она была вот прежде, чем ты первый раз вот провел вот эту черную линию. Вот ты провел эту черную линию и уже что-то поменялось. И вот так с каждым разом что-то меняется. И вот это вот видеть, это очень-очень интересно. Так каждый буквально штрих что-то меняет во всем образе. Вот что интересно. Нимб на голове сделай. Нимб. Видишь, Нимб? Ага. Самое главное не бояться испортить картину, потому что у меня есть одна уже тоже находка. Чтобы не бояться испортить картину, надо каждую фазу фотографировать. Это должно быть очень интересно и потом смотреть вот эту динамику изменения. Да, динамику изменений. Я назвал это, знаешь, как галерея одной картины. Ага. На картина... Ты знаешь, Хасай, мне кажется, что в творчестве я, конечно, понимаю, что как бы продукт творчества там это картина или музыка какая-то или это спектакль, постановка или что-то в этом роде. Это, конечно, очень важно. но сам процесс творчества это тоже очень интересное и бывает так, что это, может быть, даже более интересная вещь, чем сам продукт творчества. Я в этом смысле как бы впервые это очень сильно почувствовал, когда я ходил на репетиции Романа Виктюка, когда он еще делал все свои вещи у нас в Доме культуры МГУ. И я ходил на эти репетиции как на самые интересные спектакли, потому что вот то, как Виктюк как-то коммуницировал актерам, это само по себе было произведение искусства, как он общался с актерами. И вот это вот все вместе, вот это как бы создание вот спектакля, это сам процесс. Вот это мне было намного интереснее, чем то, что в результате получалось. То есть вот сам процесс творчества, он имеет какую-то свою собственную ценность. Да, ты говоришь прямо, вот прямо так сказать, подтверждая то, что я сказал раньше, что все нормальные люди думают одинаково. Поэтому у меня есть произведение, которое, что есть художник, это то, что нарисовал художник, или сам процесс рисования? Конечно. У меня есть еще такая метафора, или как назвать ее, метафора, или что это, что есть муза. Муза – это кто восторгается художником, или кем восторгается художником? Вот я теперь делаю вот это вот, что я показывал. Да. Вот это вот интересно, что теперь, вот когда это на видео, это можно перемотать назад и посмотреть, как это было до этого. И вот буквально, как бы шаг за шагом. очень интересно. Это как я стоял, когда думал, что рисовать будут только шедевры. Теперь я всем показываю, что не надо бояться портить картину. Чем больше страха, тем больше сил, если умеешь пользоваться ключом и переводить энергонапряжение в произведение. Слушай, вот мне кажется, ну, я не то, что очень много твоих картин видел, но я помню, когда мы были в Москве, и сейчас я какие-то картины видел, мне кажется, что ты не очень любишь использовать черную краску. Ну, конечно, я не очень люблю. Это я для контраста делаю на глазах. Да-да, я понимаю, я понимаю. Видно, что руки впереди, или надо как-то вот и знаешь, от чего надо отходить от картины? Для того, чтобы видеть картину целиком. Потому что, когда я так стою, и я начинаю видеть детали, начинаю их идеализировать, детализировать, углублять, совершенствовать, и попадаю в доминанту детали. Ну, да. И теоретные восприятия целостности. Поэтому надо выходить от картины подальше, посмотреть со стороны. Так это то, что ты говорил. Ты же говорил об этом, а я потом подтвердил, как я, Рема Гёделя. То же самое, надо отходить от задачи, чтобы увидеть ее со стороны. Конечно. А для этого нужно, когда человек в стрессе, если он зациклен на какой-то ситуации, например, ребенок болен, или у него самого нога болит, или тяжелый фильм посмотрел по телевизору, чтобы выйти, надо снизить напряжение. А чтобы снизить напряжение, надо сделать то, что действие, которое синхронно текущему напряжению. Если большое напряжение, надо потрясти сильнее, если маленькое напряжение, можно потрясти слабее и подбирать действие синхронно текущим состоянием. Вот этот подбор действий путем перебора развивает креативность мозга. Абсолютно. Вот это вот. Смотри, как мы с тобой очень главные мысли в одном направлении. Еще раз. Вот смотри, Хасай, кстати, примеры из моей личной жизни. Я тебе рассказал, что в 12 лет меня чуть не убило электричество. И как это происходило? Я пытался ремонтировать электрогирлянду для новогодней елки, которая не работала. И вот я поснимал все эти колпачки цветные и оголились провода и я как-то смотрел, что соединено, что нет. То есть я выключал из розетки и что-то делал. А потом включал и смотрел. И в какой-то момент я сбился с цикла и включил и взялся руками. И тогда тут же эти провода как бы впились в мои руки как-то их связали. В общем, электричество притягивается. Я ничего не мог сделать. У меня все тело было в спазме. я сначала как бы первым делом попытался как бы сбросить это с рук и понял, что я не владею своими мышцами, меня мышцы не слушаются. Потом я попробовал позвать брата, который находился в соседней комнате. И я и этого не смог, потому что действительно все мышцы были в сплошном спазме. И я тогда просто абсолютно беспомощный вот так вот стоял, через меня бежало электричество. И я, конечно, уже в 12 лет понимал, что оно меня убьет. И со мной стали происходить все эти вещи, которые рассказывают, как у людей клиническая смерть, знаешь, там всякие эти тоннели, какие-то там куски из прошлого, какое у меня там оно было в 12 лет. И не было никаких сильных эмоций, кроме как некоторая грусть, что вот так вот моя жизнь закончилась. и в какой-то момент у меня начало происходить то, что психологи называют диссоциацией, то есть я начал видеть все это где-то откуда-то, ну, я не знаю, наверное, с уровня потолка. И я увидел, как вот стоит вот этот человечек возле стола, и у него руки обвиты вот этими вот проводами, и провода включены как бы в стену. И я увидел буквально визуально, что если этот человечек упадет на спину, то тогда эти вырвется розетка и разъединится электричество. И при всем при том, что я пытался это сделать раньше, как бы находясь в своем теле, у меня это не получалось. Но когда я вышел из своего тела и видел это в этой диссоциации как будто бы со стороны, как только я себе это визуализировал, я тут же реально упал, и вот так вот, собственно, вот эта диссоциация, вот этот способ видения со стороны, выходя из ситуации, фактически мне спасло жизнь. При этом я тебе хочу сказать, вот это видение со стороны, как бы решение теоремы, выходя из круга задачи как по Гердена. Это как раз таки то, о чем мы говорим, что можно получать по ключу без клинической смерти. То, что ты сейчас рассказываешь, ты рассказываешь, как Моуди рассказывал о том, что все люди, испытавшие клинические смерти, одинаково не договаривались друг с другом и не знают друг друга, говорят примерно об одном и том же, значит, есть жизнь после смерти, он говорит, а на самом деле я говорю, что нет, это не доказывает, что жизнь есть после смерти. Это доказывает более мощную вещь, это доказывает о том, что мы все одинаковые, что в условиях критического напряжения у нас иногда появляется вот это состояние, что мы видим ситуацию со стороны и можем себе помочь и помочь другому и помочь причиной этих проблем и снять стресс и его использовать. Вот в чем дело. Поэтому, когда я экзамен, условно говоря, провожу, кого принять в райскую группу для дальнейшего развития, я задам этот вопрос. Ты веришь в жизнь после смерти или нет? Или веришь в телепатию, что она существует? Или веришь ли ты в то, что человек может без крыльев летать без мотора? Ну, некоторые мне скажут, ну, конечно, так же говорят же там и так далее, но говорят-то это одно, а ты-то внутри себя веришь в это или нет? Это другое. Потому что кто-то верит, кто-то не верит. Трезвый человек поверит в то, что человек может летать без крыльев, не может. Трезвый, да? Потому что в психиатрии есть понятие критичности и ориентированности. Конечно. Если человека спросишь, какой сейчас год и вдруг он назовет год, когда жил Наполеон, ну, ясно, что он больной. Правильно? Если он верит всякую муру, которая забивает его голову, если он в это верит, совершенно не задумываясь, не проверяя, не задаваясь вопросами, не исследуя, а сразу верит. Ну, это же говорит о том, что либо он только стал жить, молодой подросток еще будет самоутверждаться по-подростке. Вы не знаете, вы еще просто этого не достигли, вы еще до этого не дожили, вы не дозрели, телепатия существует, он будет утверждать. А я-то всю жизнь этим занимался, я это любил и проверял, а он еще не проверял, а уже утверждает. Это говорит о его такой высокой внушаемости. Вот таких людей так легко манипулировать, так легко манипулировать. И поэтому у нас жизнь такая, все удивляются, почему все знают, что мир лучше войны, все знают, а все равно происходит. Потому что все либо не дозрели до понимания, что мир лучше войны, либо самоутверждаются, как говорил Будда, он только потом, через 35 лет, понял, что такое нирвана, когда нет страха, нет комплексов, нет шаблонов мышления, нет эго, нет самоутверждения. Вот это нирвана. Ну, а потом люди, там часть последователей стали понимать, о чем он говорит, а часть стали фанатиками, которые воевали, убивали других, которые из другой, так сказать, религии, хотя буддизм не религия, вся философия. Видишь, как все зависит от уровня развития человека. Ну, конечно. Я считаю, что больные люди не виноваты в этом. Я врач, я не могу обижаться на больных, и когда мне пишут какие-то галисы, или что-то, я просто не обращаю внимание, я сочувствую этому человеку, потому что я понимаю, что он просто так может быть в этот момент, так думает. Так думает. А почему он так думает? Он не задумывался. Вот развитие самосознания, которое дает нам невероятные преимущества, невероятные преимущества. Вот я хочу, чтобы все задумывались, почему они когда пытаются сразу отреагировать. Вот я тоже раньше, если мне напишут какой-то плохой коммент, сразу пытался доказать, что ты такой, вот такой. Потом помудрял немножко и понял. Надо остыть сначала. Заняться любимым делом, потом снова прочитать комменты и понять, что это же мальчик. Он самоотверждается. Ему еще не хватает этого роста, чтобы начать понимать, задавать вопросы, потому что только почемушки становятся любителями. Он еще не понял, о чем речь идет, еще не задал ни одного вопроса, а уже написал. Все это ерунда. Ну, конечно. Вот смотри, Хасай, вот интересно, вот то, как ты описал вот эту вот первичную реакцию на вот этот негативный коммент, когда хочется сразу как бы импульсивно что-то сделать, это и есть пример реакции, когда ты вот находишься внутри ситуации с суженным состоянием сознания, вот это вот как бы первая твоя реакция. А потом, как ты рассказал, что ты попозже к этому возвращаешься и уже смотришь как бы на это издалека, под другим каким-то углом зрения и так далее, у тебя приходит понимание как бы целостности вот всего происходящего, и ты скорее находишь объяснение, оправдание, почему человек так себя ведет, вместо того, чтобы пытаться как-то реагировать и что-то делать, ты понимаешь, что просто этот человек находится вот в таком каком-то состоянии сознания, в котором он, ему что-то не понравилось в том, что ты говоришь или пишешь и таким образом он защищает свою, что ли, территорию, поэтому в этом присутствует какая-то агрессия и негатив, поэтому ты к нему относишься скорее в результате с нисхождением и с пониманием, чем с какой-то ответной агрессией. я к нему отношусь с тем, что у меня называется с чувством сопереживания. Ну да. Эмпатия, поэтому я врач. Не потому я врач и поэтому к нему отношусь, а поэтому я врач. Конечно. Потому что я нашел свои способности в своей профессии, они совпали. А у кого не совпали, кто занимается не тем, что по его природе ему предназначено, не нашел себя, вот он и занимается самоутверждением. К сожалению, да. Реализованности. Вот это вот эмпатия, это чувство сопереживания, чувство вот этого желания понять и как помочь человеку. Как помочь первое, если первый рефлекс у человека возникает, как ему помочь, это значит ты нормальный человек. А если первый рефлекс возникает, дам ему по зубам, чтобы понял, с кем он дело имеет, понимаешь? Ну да, или как использовать эту слабость в моих корыстных целях. Конечно, очень интересный разговор, я тебе очень благодарен, давай мы еще потом поговорим. Обязательно. Да. А это вот руки левитации, как я тебе показывал, вот посмотри, еще одну покажу книжечку, это в американском телевидении, когда началась первая война, чеченская компания, в американском телевидении, я всех обучал саморегуляции, видишь, взлетающие руки, люди сидят, и на доске там ключик нарисован, я вижу, да, уникальный прием против стресса, это брошюрка, и еще эмблема нашей школы была вот такая, как здесь, видишь, звезды, космос внутри нас, и вот, значит, потом на обложке обратной, я был в Канаде, обучал гольфистов, и там гольф-тренер Терри Мельскози держит хоккейную крышку, а я держу ключ, и потом все это вместе в 96-м году, еще раз покажу, девочка, когда руки идут, механически, а она помечтала, что руки пойдут, и они пошли на автомате, вот этот переход на автоматизм действия, вот этот переход, обнуляющий все тревоги, все беспокойства, все стереотипы, обнуляющий и позволяющий человеку создавать новое, да, вот этот переход, мы как раз этим, это и есть метод ключ, да, спасибо тебе огромное, будем ждать комментов там, как дорисовать картину, чтобы сделать из нее шедевр, да, спасибо тебе, Хасай, большое удовольствие получаю от тебя, я понял, что у тебя были проблемы, обстоятельства, ты переезжал, и поэтому я это понял, ну, когда ты мне позвонил, я сразу с радостью ты видишь, потому что ты старый друг, а старый друг, у меня есть метафора, никаким дождем не смоешь эту печать, я тебя обнимаю, ждем, спасибо, Хасай, ждем комменты и предложения по улучшению картины и доведению до шедевра, спасибо, до встречи, до встречи, привет передай, пока, пока, Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...